судя по отзывам в кулуарах вчерашняя беседа была не бесполезной кое-кто ко мне подходил и рассказывал о своих вот буквально вчера возникших достаточно глубоких внутренних переживаниях ранее не испытанных значит что-то вот в этой атмосфере создает тот самый правильный глубинный фон который позволяет позволяет наши психогенетические корни неким образом неким образом укрепить и дать тот самый результат который по замыслу господа мы должны принести и кто я могу сегодня сказать давайте продолжим продолжим начатое вчера часть касающейся практической реализации пути сознательной духовной революции вчера мы с вами говорили что прежде всего мы должны осознать механизм собственного мышления и до тех пор пока мы не поймем откуда берутся мысли каким образом они возникают что они от нас хотят мы никогда не сможем навести порядок в уме и стать действительно истинно свободными людьми так вот наша не свобода а мы думаем что мы свободны и а думаете что вы свободны есть у вас такое но внутренние ощущения свободы а для того чтобы было ощущение свободы надо хоть однажды испытать эту свободу хоть однажды до человек который ни разу не испытал вот это состояние истинной свободы но хотя бы на короткое время он не понимает что он сидит в тюрьме ментальной тюрьме ясно ли нет под наша несвобода заключается в том что мы постоянно находимся в виртуальном ментальном мире а это тюрьма во многом зависим от невольных мыслей которые входят наше активное сознание которые порождают некие импульсы и поступки которые в общем то зачастую весьма неадекватная той ситуации в которой мы попадаем понятно или нет вот понятие осознать глубоко что мы находимся в ментальной тюрьме и до тех пор пока мысли или вот эта мыслительная сфера не придет порядок мне не будет наведен порядок мы всегда будем бедными хронически больными страдающими людьми всегда нытиками у нас все будет не так а большей частью в наш ум входит всякая чепуха создается хаос и для того чтобы в этом убедиться и нужно изучить механизм собственного мышления и до тех пор пока вы не уясните как вас проникает мысль как она пытается пробуравить вашему мне преграду как она пытается завладеть вашим вниманием как она захватывает ваш ум заставляет вступать вас с ней в изнурительный диалог вот до тех пор вы не сможете начать эффективную работу по трансформации собственного сознания любая мысль мы вчера об этом говорили еще раз хочу напомнить это энергетическая субстанция требующая подпитки мысли можно сравнить с голодными паразитами или пиявками перестаньте питать их с ним вниманием просто перестаньте на них обращать внимание и они со временем перестанут проявлять вам всякий интерес но для этого требуется собранная кропотливая каждодневная работа по неприятию тех самых невольных мыслей которые проникают ваше активное сознание я говорил месяц два три полгода за полгода у вас обязательно установится нисходящий поток и с его помощи вот эти невольные мысли эти паразиты пространственные будут просто размываться то есть вам в помощь будет та сила с которой вы установите за этот период период молчание что ли период активной медитации контакт стойки понятно уже не будет так сложно как поначалу не обращать внимание на то что проникает в поле вашего ума понятно но вы должны полгода отработать в любое свободное мгновение эту практику активной медитации понятно тех кто вроде бы годами занимаются активной медитации на не бездельники понятно просто бездельники вы поняли ли не хочу туда глядите но что туда глядите вот человек прошел муха пролетела его уже глядите а я вроде говорю вы все во внимание только чё-то задвигалась вы уже смотрите а что это такое что зашевелилась уже объект вашего внимания в голове зашевелилась все там же также шевелиться там тоже что-то ходит а вот как вас легко купить на микки не провести умные все бездельники я серьезно говорю вот ты прошла маши все на тебя смотрю да но если бы я встал и пошел вообще обвижал туда глядела куда я пошел до вам сидели молчали главное молли куда я пошел это маленький пример вам как вас легко увести в сторону в одно мгновение под чуть-чуть и все и вас нету куда делись то вы а идущие по пути ладно бог простит если человек упивается работой своего ума работой своей мыслительной машины то бесполезно говорить о каком-либо эволюционном росте о прогрессе в духовном понятно упиваться работаю ма ой страшная вещь я вот понимаю что когда у меня этот процесс в общем-то в полной мере развился до становления на путь я так упивался работаю ма а сейчас вот я рад бы ну так в порядке эксперимента включить ум и упиваться чем-то но он не включается и все представить какое счастье но что с некоторых пор вот пройдена . невозврат уже не вернешься туда а вы чуть-чуть продвинулись и опять по-старому понятно или нет вроде замолчали и опять заболтались полгода держитесь насмерть пусть из всего зала останется пять человек над вот победители ясно или нет пять героев а если сохранить ум оставить им неприкосновенности или так вот в какой-то полу позиции никакой духовной реализации речи быть не может я серьезно вам говорю вы можете играть духовную реализацию вас будет иллюзии духовной реализации но это будет духовный фитнес развлечение свободный от остальных дел время ясно или нет я революционность не вижу революционности не вижу самые опасные люди вот в части как бы духовной реализации то те кто много болтают много знают много говорят философствуют но не останавливают свою понятно бог сколько философии все не знают вообще все знаю теоретически все знают у них столько всяких прожектов стоп всяких вариантов вот как страна должна развиваться как вообще там культуры искусства экономика вот должно быть поставлена на какие-то верные правильные рельсы все знают вот это самые опасные люди это люди предатели пути те кто просто живут работают они помышляют о пути они выполняют свою функцию нормально вывод как-то интеллектуально развитые задавшие себя хоть один раз в жизни вопрос ради чего вы появились на этой земле на этом свете и чем вам должно заниматься знаете это но ничего не делаете но ничего не делаете понятно вы предатели самые настоящие можете нами обижаться но это так а что обижается у нас какое место тоже знаете да оказывайте знаете вы увидели маму дальше не надо ничего говорить знаете что у вас обижается что в вас обижается да на и только молчите никому не говорить так что если уж обиделись значит у вас еще уйма работы многие умные люди могут возразить что ум нам дан богом потому мы не совсем да потому мы не имеем никакого права его убивать я такие возражения слышу во первых убивать ум никто вам не предлагает но терпеть тиранию ума по меньшей мере глупо он вас тиранит а вы это терпите вы ему помогаете вы даже наслаждаетесь его тиранией свободные люди от ума если вы не свободно то вы рабы самые последние рабы обстоятельств какие бы чакры вы не открывали какие бы энергии вас не входили без наведения должного порядка в сфере мышления эволюционная трансформация невозможно понятно можете открыть все центры будете счастливы и ясно вроде бы но пока не наведете порядок у меня никакой духовной работы истинно духовной работы вас не будет ум от инструмент инструмент божественного в нашем существе не более того и как инструмент он должен использоваться только по назначению когда на то есть необходимости соответствующие санкции но если инструмент пытается присвоить себе верховную власть что он командир его необходимо поставить на место понятно а вами командует инструмент отнюдь нечистый инструмент он дан богом но через него через посредством а все непотребство входят от лукавого через него через ум ясно через инструмент бога я вчера сказал вам да если помните что любая власть она от дьявола от лукавого любая потому что она пользуется средствами ну в кавычках не богоугодными да но дьявол все равно инструмент бога так что он то инструмент бога но вы с дьявольским уклоном до тех пор пока вы делом не занимаетесь ясно нет инструмент бога с дьявольским уклоном ум то я вам не говорил этого так ясно не говорил вот хотелось пояснить чтобы вы поняли что что такое и вчера мы с вами говорили что активная медитация одно из действенных средств способствующих радикальному избавлению от тирании ума ее можно практиковать любое время время любое свободно от обязательных дел или занятий в транспорте на отдыхе вместо болтовни с друзьями или по телефону вместо лазания в интернет вместо чтения газет детективов эротических книжонок вместо просмотра телевизионных передач расплевающих и без того уже сознание да вот вместо этого суйма свободного времени учитесь молчать не убивайте время зря используйте его для продуктивной работы на пути первые два-три месяца практика активной медитации должна быть крайне интенсивной даже если вы уже 5 или 10 лет идете по пути и толку от того что вы идете мало вы сами это чувствуете начните все сначала опять начните с молчание ума ясно или нет надо сразу входить в жесткий ритм работы и практика показывает что чем чаще вы прибегаете к активной медитации тем скорее вы устанавливаете стойкий контакт с нисходящей божественной силой в помощь концентрация на кончике нос то есть медитация для ленивых но только концентрация должна быть не выше уровня глаз ясно или нет понятно можно пустой пространство концентрироваться не обязательно кончик носа но не выше уровня глаз как только вы немного поднимаете глаза кверху сразу инициируется восходящий поток понятно это типичная восточная медитация с глаза белки там кверху вот это восточными сации глаз сам по себе взор да он соответственно имеет и инициацию свойства инициировать восходящий или нисходящий поток ясно так что очень осторожно с направлением взгляда монахов православных учили глядеть вниз всегда ясно всегда глядеть не чтобы инициировать нисходящий поток а на востоке все туда так что если вы это и другое а то и другое тоже неплохо если вы поклоны делаете помните это самое это одна из практик вот поклон поклон вниз а потом вверх вниз вверх это тоже таскать своеобразная практика встречных потоков с открытием макушечного центра и в нисходящем и восходящем порядке понятно ли нет но вы же поклоны не бьете и не надо а то запутаетесь а то потом на одном из поклонов вот так вас выгнете и назад упадете кундалини рванет кверху понятно и подучи и будет как считали монахи вот если человек то самое падает вот в припадке это эпилептический припадать по сути то в него входит без и поэтому ничего к верху все вниз ясно хотя никакие без то не входит просто но сам факт поднятие кундалини вызывает непроизвольное сгибание тела к сзади вот и все понятно напомню типичный алгоритм смешанной формы активной медитации глядите молча на свою молча мысли ни одной нет любые вибрации мысли до тех пор пока не еще в слова не облачились отбрасывайте от головы если это получается как от стенки с какого момента ваш ум начинают просачиваться мысли словесном таскать уже исполнение но вы их не поддерживаете не вступаете с ними в диалог не обращаете на них внимание как только вы оказали какой-то мысли требуемое от вас внимание вы сразу должны прийти в себя ой она меня поймала игровая форма медитации играйте вот я играл в эту медитацию вот ну просто с упоением представляете они вас пытаются прихватить на крючок а вы его не заглатываете не заглатываете потом поймала одна таксалом поймала ясно или нет вот научитесь играть творчески подходите мне больше вам чё сказать не могу творцы играйте а вы играете в это вот когтями вот нажимая на что-то я вот метро заметил вот я вчера говорил и метро с народом то общаешься так вот визуально да действительно женщины специально отращивают эти ногти вот так вот и они набирают очень быстро нужный текст а мужчина вот такими толстыми пальцем сразу на две кнопки у них ошибок полно вот я гляжу он там у него все не так вот поэтому мужчина вроде не отращивает ногти им сложно работать с этими мелкими инструментами сразу на две кнопки там сбои какие-то я знаю женщин тут и 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 все все нормально то женщины более приспособлены к этой ерунде да покажи руки нормально все если нормальные люди ну ладно как пулемет вам строчат это как доброе советское время входишь машинописное бюро и там такой пулеметный треск машине она может курить и вот так это вообще просто феноменально было не все вот так разговаривать между собой и вот так как-то печатают чем без ошибок там нельзя уже ничего исправить у них все в порядке сейчас на компьютере раз исправил стер там что-то убрал вырезал поставил хорошие были машинистки вот мне диссертацию печатала женщина потрясающе напечатал и на русском и на иностранном языке списка работ все знали профессиональные машинистки ну ладно хватит о машинистках будем она с вами говорить а сегодня мы с вами поговорим о третьем направлении реализации интегрального пути это тотальная бдительность сознания что такое бдительность сознание почему сознание должно быть бдительным попытаемся ответить на эти вопросы если мы внимательно с вами приглядимся к своему поведению к своей повседневной деятельности то мы должны заметить что практически все свои действия практически все свои действия мы совершаем автоматически то есть наше активное сознание не находится в процессе совершения действий а это означает что мы или она наше сознание не пребывает в реальном времени здесь сейчас и приходится признать что мы представляем собой биологических роботов запрограммированных на определенные стереотипные действия мы хотим пьем едим чистим зубы подметаем пол моем посуду любим что-то еще делаем абсолютно автоматически в лучшем случае полу бессознательно и мыслим мы стереотипно шаблон очень редко творческие и наше лицо автоматически меняет маски изображая то гримасу радости то гримаса боли то гримасу равнодушие то недоумение словом интуитивная подсознательная психическая деятельность стереотипная деятельность определяет поведение современного человека механические существа не более того если вы внимательно понаблюдаете за собой так или не так или вы уже перестаете быть этими полу бессознательными механическими существом если перестаете уже замечательно если еще не перестали вот это главная беда роботы неважно таскать какого толка биологические роботы будь то животное будь то человек для эволюции для божественной эволюции абсолютно не интересны вот сегодня роботы множатся вот в этих самых агрегатов которые они вынимают из кармана и постоянно с ними общается множатся роботы просто катастрофически и назад пути уже нет нету все приехали а вы выбравшие для себя путь сознательной духовной революции должны перестать быть этими запрограммированными роботами понятно несмотря ни на что автоматическая полу бессознательная жизнь совершенно бесперспективно для духовного развития инстинктами и стереопипами живут животные потому то они полностью закрыты для эволюции закрытие человеческой ниши грозит и на если мы не пересмотрим в корне деятельность свою повседневные повседневное поведение это в основном касается нас с вами выбравших путь сознательной духовной революции понятно автоматизма поведения действий в каком смысле хороши для профессиональной деятельности то есть тех людей которые заняты в производственном процессе там для водителей для пилотов рабочих разных таскать станочников рабочих однако при совершенно однако они совершенно недопустимы для человека выбравшего для себя путь сознательной духовной революции только в режиме функционирования психики здесь и сейчас наше сознание способно контактировать с реальностью это доказанной научно доказанный нами факт на основании анализа поведения пилотов и экстремальных ситуаций как только ты и как только вы как только мы полу бессознательные роботы мы не контактируем с божественной реальностью с реальностью вообще не можем реальные правильно воспринимать любую ситуацию мы от нас реальность блокируется ясно или нет мы ее не видим хотя вроде бы видим на самом деле нет контакт с реальностью поэтому любые действия которые вы совершаете все что вы делаете все что в течение дня включая ваше повседневное поведение должно через посредство практики бдительности видеться вами то есть любой процесс деятельность вы должны в нем находиться ни одного бессознательного автоматического движения берете ложку кушать берите ее наполните ее там каким-то первым блюдом поднесите коту не просто механически глядя телевизор там или читаю книгу это делаете понятно или нет очень трудно перестраивать механическое поведение повседневное вот через посредство практики бдительности в правильное а в этот фактор же никогда не учитывайте просто на кончик носа глядите перед сном и слава богу вроде бы это вся духовная работа то есть ничто простите не делаете вот из того арсенала могучих средств становления из полу бессознательного биоробота в истина духовного человека ничего не делаете идите то механически нет чистите зубы механически я вот с чистки зубов начинал с утренней куда мне щетка идет я наблюдал чувствовал это вот с мелочи с этой надо начинать понятно ясно вот всегда чет не хватает до истина духовной реализации вот сюда чет не хватает какой-то казалось бы мелочи а это не мелочь вот маленькая песчинка останавливает работу большого часового механизма понятно так что вы сейчас отчаетесь после нашей беседы скажете ой скоб тут еще делать скоб всякой ерунды и скоб всяких мелочей будем просто слушать через он василищ говорит это мне доставляет удовольствие буду это делать радость вам надо доставлять работа по изменению себя вот эта радость представляете вы становитесь другим принципиально другим становитесь вот в этом радость это результат это ваяние себя через посредство божественной силы вот в этом радости а вы все удовольствие хотите получать свою витальную сущность тешить человек не должен быть рабом автоматизмов это главное будь быть бдительным или сознательным это значит пребывать активным сознанием в процессе любой выполняемой вами работать любых действий не совершать ничего автоматически стереотипно по привычке вот когда я рекомендую вам медитативное переписывание источников родниковых вот вы в процессе находясь переписывания внимание все на кончике пера у вас неважно что вы переписываете неважно не надо это никак оценивать просто научитесь быть в реальном моменте времени вы поймете что это такое а как только вы переписывали включаете ум пытаясь осмыслить что вы переписывать никакой благодати у вас нету вы уходите с божественной волны подписан процесс переписывания он не должен быть механическим вот я все две страницы должны переписать завтра 5 там и стоп то времени но глупость это переписывание должно доставать вам радость а не быть каторгой и в тягость альсан васильского надо переписывать буду несмотря ни на что скрипя сердце ну и что вы поняли для чего и переписывание надо чтобы без ума находиться в реальном времени чтобы поток у вас пошел когда вы переписываете по-настоящему вас благодать радость а если нет радости в толк то от вашего переписывания а вы смотрите на час его и уже полчаса переписываю но правда на 10 минут больше чем вчера то есть рекорд поставили вы понимаете о чем я говорю радость духовной работе должна быть радость а вов каторгу ее превращаете если надо раз каторга так занимайтесь лучше чем до этого занимались ясно не лезьте тогда туда где надо все-таки получить истинную радость а не ходить как на каторгу понятно я понимаю здесь вам нравится вам здесь нечего делать я говорю и все в порядке вот на посиделке вы придете а каждый день работать с утра до вечера работать найти вот духовная работа это каждодневная работа это и молчание ума это избавление от автоматизма в этом многое в плане восстановление эмоциональной ровности в контактах с людьми чтобы не вспыхали не психовали вот она каждодневная работа а так от случая в случае приступами какими-то работать так лучше ничего не делать и лучше по полной грешите это интересно ведь ну решить то тоже интересно да или уже не получается вот так по полной до возраст не тот примеру так что выбирайте или серьезно или никак понятно или серьезно или никак это на самом деле так но лучше серьезно толку больше если вы что-то делаете то делайте это всецело без отвлечения ума на что-то постороннее разрушаете стереотипы поведения вырабатываете спонтанность если кушаете то кушайте если чистите зубы то чистите их находитесь самом процессе и не витайте умом за облачных высях или вокруг или около там чего-то автоматически совершая привычные рутинные действия это вовсе не означает что вы должны думать как вам держать ложку или куда двигать зубную щетку просто не отвлекайтесь от самого процесса не отвлекаетесь от самого процесса активное сознание должно находиться в нем постоянно только тогда вы будете контактировать с реальностью только тогда вы будете контактировать с нисходящей эволюционной энергии и в обыденной жизни вами будет допускаться меньше ошибок сократится число ушибов порезов непредвиденных столкновений все очень просто будьте тотально бдительны ясно или нет и помните что до тех пор пока у вас или в нас я обобщу правит автоматизм и мы попросту деградируем вот сегодняшний человечество деградирует совершенно очевидно понятно хотелось чтобы это вас пробило просто когда вы глядите на этих роботов на этих автоматов которые не ведают что творят во всех сферах каких они действуют а для высших сил в эволюционном плане деградирующее человечество не представляет никакого интереса понятно господу наплевать на все это он даже ничего корректировать не будет выбрали в так тарары идите туда ясно если он вас еще бьет значит у него на вас надежда есть остальные давно убиты они мертвы вот люди шевелятся но они мертвы в них нет того что можно назвать живым а живым может быть только наша истинная сущность вот она там забетонирована буквально нету и помните в евангелии от фома иисус сказал я пришел в этот мир я нашел их всех пьяными людей пьяными нашел сегодня вот если бы он пришел он сказал бы что я нашел их всех мертвыми пока пьяна еще протрезветь можно а сегодня мертвые и совсем чуть-чуть совсем мало малое стадо трезвых понятно а так мертвые уже не пьяные 2000 лет назад были пьяные еще а сейчас уже мертвые правда на первых порах практикуя тотальную бдительность когда станут разрушаться привычные автоматизма поведения новый механизм поведения еще не наработан спонтанный механизм возможно некоторые затруднения в обиходе связанные с внезапным забыванием что надо делать тот или иной момент в той или иной ситуации когда вы автоматы в автомат все знают а тут вы вот что делать вот как пауза это не атеросклероз нет это хорошее явление только дорогу переходите внимательно ладно а так можете забыть как подносить ложку коту ни одна женщина сказала вы дать заносить вот я практикую практику бдительности вот я взяла ложку и вот наполнила а не знаю куда ее подносить это у меня с головой что так вот да нет это просто ломка того стереотипа которым ты там 70 лет жила ложкой вот так работала правильно а тут друг не знаешь вот налила туда чего-то жидкого и не знаешь куда ее нести аккуратненько подносите коту и глотайте будут шипки такие ничего страшного но это надо тоже и обязательно практиковать вы меня поняли наряду с активной медитации то есть по сути ваше повседневное поведение должно стать медитативным любые ваши действия течение дня они медитативный контакт обеспечивается с божественной силой если вы находитесь активном сознании в самом процессе того чем вы занимаетесь ясно или нет вот вам медитация тотальная медитация любое свободное время вы просто молчите он молчит ясно или нет то есть тотальный медитативный процесс с утра а ночью ван глядь на кончик носа запускаете для тела энергетический процесс сами уходите в медсновидений вот какая тотальная практика реализации духовной должна быть вот тогда будет результат понятно вот он результат то где он вот здесь будет я некоторым говорил вот сейчас я гляжу кой на кого ну вот эти автоматизмы но женщина обычно суетиться там что-то готовить бегом я год тормозить помните кому я говорил кое-кто помнит токар ванется его стоять ну иногда вот придешь там в гости да она в другую все с достоинством ходите но хотя бы а то нет вот бегом там не торопитесь упадете тоже не глядеть что под ногами а там могут чё-то подложить мало ли что растяжку какой понятно или не то есть глядите смотрите под ноги когда идете все сразу кидаетесь вот автоматизма не мгновенно реализуется готовы выстрелить вот этот этому должен быть положен конец пусть пока медленно пусть пока как не торопливо вроде бы непривычно но зато правильно понятно не торопитесь никуда и никогда никуда не торопитесь и никогда не торопитесь притормаживаете себя это практика в деятельности опять-таки понятно на что получается замечательная вещь течение суток вы способна находиться в состоянии тотальной медитации и действительно перед сном вы практикуете медитацию на кончик носа запускаете механизм нисхождения эволюционной энергии в тело в процессе сна свободно от обязательных дел время вы реализуете практику активной медитации практику молчания ума повседневной жизни при выполнении любой работы по возможности стремитесь пребывать активным сознанием в реальности здесь и сейчас то есть самом процессе выполнения вами работы ясно вот вам тотальная медитация а то медитация медитация от случая к случаю тотальный должна быть медитации тотальный таким образом широким фронтом широким фронтом идет наступление на машину ума на механического человека и создаются оптимальные условия для быстрого установления стойкого контакта нашего сознания с нисходящей эволюционной энергии понятно а нашим привык гулять гулять в прошлом гулять будущем жить иллюзиями жить мечтами питаться трагедиями питаться страхами теряться в сомнениях это не позволяет нашему активному сознанию находиться в текущем моменте времени так что проявляйте бдительность ловить себя на том что вы уноситесь умом далеко от реальности частности заработал уму куда-то вас унес с похватились в унес увел с божественной волны понятно и все эти воды с божественной волны это болтовня ума должна через посредство практики бдительность вами фиксироваться вовремя о поймал себя на этом ясно без бдительности бесполезно то есть бдительности молчание ума это два очень важных направления работы без которых без которых ни о какой серьезной духовной реализации речи быть не может ловить ум за руку когда он ворует у вас реальность которой нет места не страхом не сомнением не страданием если ваш умолчит вот молчит хоть какое-то время страхи сомнения страданий есть нет откуда им взяться они только в уме на самом деле их нет на самом деле их нет вот хотелось чтобы поняли вы настолько отождествились с теми чувствами которые вызывают вас мысли что думаете что это вот реально что это на самом деле а на самом деле до этого нету представляете это вообще страшно вот когда вас это пробьет и вы понимаете что вы жили и живете все время в тюрьме страха в сомнении страданий постоянного напряжения их нет на самом деле нету просто нету а не задавались этот вопрос что вас пробило буквально током боже мой как я живу этого же нет и сохраняйте медитативное сознание в ситуациях вынужденного безделья иногда вам делать нечего не уносить с умом никуда просто молчите я одному человеку сказал такому суетному сильно суетному который ну знаете как говорят электровеник ему надо вот обязательно что-то делать я бы ты вот попробуй хоть минут десять ничего не делать он поехал на дачу потом мне звонит и в этой сам вас еще попробовал пять минут не выдержал ничего не делать на даче там жестоко всего потом проходит полгода какой-то сан василий да хрен с ним с этим всем лучше молчать вот убедился то и это видит это не то там все надо подделать да плюньте на эту ерунду боже молчите ясно но хаоса в доме конечно не допускать что над подмести подметите но вообще-то не ищите себе работа то а зачем отдохните немножко ты поняли человек боится остаться наедине со своим умом с молчащим умом ему страшно становится отношу он привык считать варианты как поступить в той или иной ситуации грядущей ситуации моделировать его вариантов может быть уйма однако реализуется вовсе не тот вариант который проработан вашим умом в реальности вы не можете учесть массу всяких факторов которые могут повлиять на ситуацию конкретную ясно вы видите два-три фактора пытаетесь моделировать что-то да вот я себя поведу в этой ситуации так и вы все время поступаете неправильно потому что у вас нет интегрального видения вот беда а молчащую молчащие сознание спонтанно действующее сознание она не видит ни одного фактора но поступает почему-то всегда правильно потому что все это суммируется где-то вне вашего внимания маму дается конечный результат что вам сказать и как вам поступить с классика вообще песня кстати как жить можно свободно абсолютно вот про свободу и спать спокойно пришел вечером лег спать утро вечера всегда мудренее там вас целый день какие-то вещи проблемы там встречи будет ситуация будет ваш поступок молчание ума все происходит спонтанно идеально без ошибок как только включится ум и что-то вас подтолкнет вот сказать или сделать от себя все обязательно что-то не так поряд но это результат работы все-таки это не завтра будет не послезавтра все-таки потрудиться надо чтобы спонтанность сознания стала нормой это когда ум действительно замолчит по-настоящему не будет вмешиваться ни во что меня еда спрашивает как я поступлю в какой-то конкретной ситуации отвечаю что не знаю будет ситуация будет поступка вы можете ударить человека там в коей ситуации могу и ударить на вверх если это будет спонтанно так или нет а не намеренно а по ситуации но когда гипотетические ситуации человек придумать вот с ножом там на женщину кто-то набрасывается ли на твоих там родственник каких как ты поступишь ты такой ситуации это не должно быть если ты имеешь нормальную духовную защиту понятно или нет и статус приличной духовной ситуации не возникнут люди придумают ситуацию для людей людей зверсконаправленных понятно а это может быть мог просто не возникнуть почему да потому что по факту атмосфера будет не то чтобы это возникло понятно или нет помните иисус проходил сквозь толпу не в тонком деле он проходил когда его хотели побить камнями просто его никто не мог тронуть потому что он и не боялся и не это самое не был агрессивен в ровности в эмоциональной ты не видим ты вроде видим тело идет но у тебя никто не тронет никогда понятно вот она защита абсолютно никто не тронет тебя а чуть же вибрировал агрессию проявил все попался или испугался конец ясно я проверял на опыт у меня жизнь учила этому делу я же говорю то что проходил я же не фантазирую я все время рассказываю эту историю вы наверное уже помните как 2 года через полтора я окреп вроде бы в духовной реализации ну через полтора года становления на пути в духе родился очень был достаточно уже самоуверен в том что вообще у меня все давно в порядке но еще как-то вот возмущался вот какие-то виде несправедливости там знаете вот эмоции гуляли ну долгое время может быть лет пять они не становились на свои места эти вот где-то прорывались какие-то ситуации вот как-то я вошел в троллейбус полупустой троллейбус был днем это было я стоял сзади или спереди сейчас не помню две двери у троллейбуса а в ту дверь у которой меня не было вошли два пьяненьких мужика ну пьяные мужики соответственно ненормативная лексика какие там размахивание руками там друг с другом они это самое что-то спорили ну если бы я не был на пути то я мгновенно просто их вот вышвырнул и все сила еще были вот просто вышло на блокисты троллейбуса дверь вот открылся и выкинул но тут мне надо было ровность вырабатывать я понимаю надо вырабатывать ровность я скрипя зубами ровность вырабатываю стою я даже на них не гляжу отвернулся гляжу на дорогу там все прекрасно замечательно и потом какой-то мужик этот один и загадь то что и на меня пошел я вообще на него не гляжу но вибрации от меня идут агрессии они тоже открыты этим самым всем искать силам деструктивный он на меня вот шатаясь пошел но не дошел там то ли упал не помню все кончилось нормально но я то вот ровность соблюдал окипел агрессии этот почувствовал звериное чутье понятно как топ ты на тот уровень на витальной опускаешься все поэтому требовалось вырабатывать в семейных обстоятельств у нас вот вспыхнет тот чего сказала ты вот вот так потихонечку испытывайте эмоциональная ровность должна вырабатываться не агрессии не страха ясно вот тогда вы победите тогда вас никто не тронет вы невидимые ясно а тот мир мир агрессии это животные меры там на вибрациях всю основу на и зиму вас вибрация покоя то ваш нету понятно неплохо ведь абсолютная безопасность нормально вот и все и не надо бицепсы качать зачем заниматься тэквондо или там еще чем-то ногами палец руби дачи понятно вот она защита могучие где вот в различных источниках и неоднократно упоминается чрезвычайном вреде гнева и раздражительности это не случайно в огне йоги в частности отмечается что в крови и раздражительного человека появляется яд империл который виде кристаллов откладывается на стенках кровеносных сосудов и нервных окончаний это атеросклеротические бляшки агрессивные люди гневливые всегда атеросклеротики мощные то есть когда сосуды сердца разрезаешь я-то но их видел живой постучишь вот так этим самым ножницами а там как по стеклу вот это атеросклеротики гипертоники ясно или нет раздражительные гневные люди так вот гневливые раздражительные люди страдают ранним атеросклерозом гипертонической болезнью и соответственно прочими хроническими недугами ясно так что не гневайтесь не раздражайтесь или уже поздно не никогда не поздно ну даже атеросклеротиком совет не надо усугублять то что уже нажито ясно нажили но не уж углубляйте может поможет рассосется а гневливый человек не всегда способен открыто проявлять свою гневливость он может внешне вести себя благопристойная с милой улыбкой на лице однако внутри внутри клокотать от негодования есть такие люди а по себе знаете ну лучше по себе конечно надежнее когда по себе знаешь вот и главная болезнь главная болезнь хронически гневливых людей это постоянное недовольство жизнью недовольство обстоятельствами недовольство окружающими людьми все все у них вызывает недовольство так вот вибрации гнева и раздражительности чрезвычайно заразить не очень легко передаются от одного человека другом а по час сразу группе людей даже толпе а вибрации гнева мгновенно съедают все позитивные наработки и вы долгое время находитесь в подавленном психологическом состоянии и буквально года через полтора с момента моего становления на путь сознательной тогда еще духовной эволюции но я понимаю что это была революция для меня я на конкретном примере из собственной практике понял что такое вибрации гнева и сколь они разрушительно для окружающих ну как на работе в моей комнате в моем кабинете сидели четверо я сидел за своим рабочим столом три человек сидели за журнальным столиком там стояли кресла и графин с водой и стакан найти вот как в офисе советских графин стакан и какое-то блюдо там не блюдо не было точно не было блюдо почему сейчас поймете вот и речь зашла я тогда был сведущ практически во всех вопросах начитанной вот свойствах воды впитывать информацию ее сохранять да еще японские тогда книги вышли японцы какие-то написали там кристалла воды туда можно зарядить чего угодно воду можно пить для лечения ну всякая ерунда в общем то вот хотя это не ерунда на самом деле но ерунда в целом вот шла болтовня на эту тему тогда я еще немножко болтал но я болтал то с пониманием они без понимания и кто-то поддержал эту идею кто-то не поддержал ну из трех человек кто-то был за кто против насчет воды один мужичок скала все все это ерунда ничего не придумывайте ну я тут собрался и решил вот эту воду в графини с гневом вот собрался в точку зарядить ее вот ну как то вот туда направить все внимание не знаю зарядить или не но внимание все туда я впервился в этот графин и такой щелчок и струйка воды из полированного столика на пол никто ничего не понял там женщина одна сидел тряпку она быстрее принесла но я-то понял что вибрациями гнева вот своими я разрядился на этой воде на этом графини он лопнул то что здесь уже сто процентно я гляжу и он лопается я с гневом туда гляжу я понял что если я на кого-то разгневаюсь на кого-то адресно то там инфаркт может быть инсульт я понял насколько огромная сила деструктивные разрушительные в нас присутствует понятно был наглядный пример мне показали не надо александр васильев гневаться даже на себя понятно а то и себе повредишь а тем более еще на кого-то от беда а есть такие люди хронических гневливые на всех знаете но моим иногда бог силы не дает но они на всех гневаются а если дать им силу так они все поубиваю вот это по поводу гнева и раздражительности опять практика бдительности только ведь что начинаете вскипать или раздражаться притормозить и без бдительности бесполезно как только разовьется вас вот то что вас пытается вселиться гнев или раздражительность тоже это остановить невозможно он по полной программе вас прокрутит ясно поэтому лучше уйти в этой ситуации просто уйти ясно и там отдышаться не оставаться в пределах вот того помещения тех людей которые вас вызвали вот это чувство гнева и агрессии понятно все уйти это тоже практика бдительности это тоже социальные контакты монахи всегда сторонились вот всего этого дела они убегали в лес там никто их не раздражал никто их не гневил они при боге всегда были да и поэтому где-то лет двадцать тридцать вот у них толку было мало как только они в монастырь возвращались помните серафим саровский там беда вообще он там не мог просто находиться ему надо было обязательно обязательно дистанцироваться от братья и ему бы там надо находиться первое время он тогда быстрее бы стал серафим саровским там социальных контактов с монахами это маленькая модель мира там и завистники были наушники были и все были а вот уйти из дистанцироваться это не выход это не вариант даже если ты и истой молитвенник враждебные сил тебя будут одолевать тем более ты еще мало кушаешь тело надо угнетать угнетает живую жизнь враждебная сера тут как тут они начнут тебя доливать и меня всегда удивляла почему монахи ну поначалу удивляла двадцатилетиями боролись с какими-то враждебными силами с ужасными враждебными сил потому что они истязали живую жизнь истязали тело и соответственно если ты подрываешь основу живой жизни а это витальный план то все витальные паразиты на тебя набрасывается идет эта борьба бесплодная тоже надо быть умным внимательным мудрым духовной работе и не завершать вот в молитвенном пути практикой молчание ума работа с нее надо начинать а иначе вы так и будете воландаться ну вы этим и не занимаетесь я понимаю вы же не истязайте тело нет среди вас истязающих тел не видно да а те кто истязали ты вот так и воландались вот в этом самом гадюшники астральных сил ничего сделать не могли и десятилетиями десятилетиями совершенно бесплодно бесплодно но якобы занимаясь духовной работы тратили в пустую время а сегодня у нас нет времени там двадцать десять лет нету времени полгода и открыться силе божественной дать ей возможность начать работу все сегодня время другое полгода максимум все если вы правильно занимаетесь тем что чем надо на самом деле заниматься в практическом плане то полгода вполне достаточно для того чтобы стать другим человеком человеком с другим сознанием еще если случилось так что вы оказались раздавлены гневом но ситуации то разные бывают то ни в коем случае не держайтесь не корить себя не осуждайте а заботьтесь тем чтобы восстановить духовный потенциал раскаяние должно быть мгновенном искренним что вы поняли да не надо было гневаться а растянутое во времени она становится пищей для низших витальных существ вы говорите о какой я несовершенный вот я разгневался больше так не буду ныть начинаете как только начинайте ныть вас враждебные силы тотчас начинают одолевать ах вот и такой сикой ясно вот ну вырвалась что-то спонтанно до рыкнули огрызнулись мгновенно раскаетесь все покаяние на маль не прав если вы разгневались вы не правы всегда вы разгневались ясно вы а что касается низших витальных сущностей или астральных сущностей то они способны прямо провоцировать появление вибрации гнева которыми они питаются вот в огне йоги есть прекрасный тому пример речь идет о драконах порогов которые встречают людей входящих в собственный дом ну например идет человек радостной домой с работы самыми благими намерениями и представляет как перешагнув порог поцелует жену приласкает детей словом никаких треволнений идет домой радостно но как только он ходит дверь так тотчас нём вспыхивает раздражение от какой-то мелочи увидим моим на пороге там на полу грязь какая-то чет там валяется да бывает такое или нет в одно мгновение это может быть сорт в прихожей разбросанная одежда грязной посуды прочее это раздражение в миг переходит в гнев этот гнев заражает жену и детей а все благие намерения кончаются банальным семейным скандалом дракон порога сделал свое дело они живут в доме эти твари которые скандалы провоцируют понятные дни а если в доме дети есть еще то в этой атмосфере раздражительности дети всегда болеют они не могут не болеть там царствует дракона порога бесенята маленькие я же рассказывал я видел их бегающими по потолку в одной из ситуаций когда являлся ко мне какой-то там представитель этого самого оккультного плана я никогда бы не поверил в то что вообще существует такие вещи я материалист какой-то оккультный план какие-то твари там каких представителей оккультного плана вот способные соблазнить человек вот была у меня такая ситуация года два наверное я шел по пути может быть полтора то есть совсем немного силы я обрел ну был уже достаточно ну что ли энергетически силен для того чтобы какие-то определенные определенные дела вершить и как раз вот в этот самый период моей в общем-то неопределенности в какой-то степени в направлении хотя направление там одет да было выбрано но тем не менее оккультные силы они все-таки пытаются человека открывшегося божественной силе в частности через посредство оккультного плана приспособить к себе на свою сторону переманить и пытаться использовать его как инструмент оккультных сил внушив ему что он пришел спасать человечество что он в общем-то является проводником высших сил каких-то высших влияний высших иерархий так что вот в такой момент еще ну как бы неустойчивый моей духовной реализации как-то вечером лежа в постели я уже собрался отходить как сну было темно я был дома один код со мной был дух я услышал за стеной у соседей вроде бы но там никого не было я знаю какие-то шумы какие-то стуки какая-то ругань отдельные слова то есть пошли но если можно искать выразиться языком психиатрии слуховые галлюцинации какая-то ругать ну ладно началось с ругань и потом вдруг совершенно неожиданно материализовалась некое существо потолка до пола в длинных одеждах скрывающих тело лицо удивительно красивые то есть отвратительно красивая как вот в этих всяких буддистских или кришнаитских этих рисунках изображают там каких-то богов очень красивые но до тошноты знаете пол непонятен это может быть и мужчина и женщина огромная вот передо мной я вижу это в общем то как то странно был я не испугался но было странно откуда это все появилось начали шум балка и крики потом друг эта тварь вот я сразу вспомнил слова штреоробинда он как-то сказал если вам доведется встретиться с каким-то существом не этого материального мира не обращайте на него никакого внимания то есть спокойно спокойно в общем-то бесстрастно в этой ситуации видеть себя я вспомнил эти слова понял что мало ли что ночью он хочет от меня не знаю но явно это существо хотела каким-то образом меня к себе расположить и завладеть мною как инструментом инструментом или проводником каких-то там своих собственных оккультных намерений по времени я не знаю сколько это продолжалось но недолго то есть попытка расположить меня к себе вот этой красивой физиономии не удалось и в один миг вот эта красивая физиономия исказилась страшной гримасы какие-то клыки появились аж и протуберанцы огненные от головы такие знаете как лама иски в башков рисуют лама иски в башку сразу в одно мгновение то есть попытка меня напугать я опять спокойно себя веду не пугаюсь но и когда были исчерпаны этим оккультным существом все его так сказать но средства выйти со мной на контакт она вот с этим с каким-то вот воздушным звуком исчезла это в комнате вот было моей комнате код спокойно лежит нормально не реагирует потом вдруг по потолку стали бегать какие-то твари вот пауки найти паук вот брюшку паука хорошие такое сетенькое брюшко и человеческая с кулачок физиономия и лапки паучьи по потолку бегать стали три или четыре сейчас не помню бегали 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 и опять гляжу откуда тут в комнате не поймешь что вот вообще как в этом самом гадюшники вот они побегали побегали потом бегать перестали все видение на этом кончилось потом я у андреева вроде мира прочитал что живут дома в домах домовые ну какие существа которые как мухи могут ходить по потолку на парисосках но вот наверно эти тварь и сливы андреев тоже наверное их видел то есть это культное существо вот у меня такая была встреча нормальная встреча если вам не доведется встретить этих тварей это замечательно если доведется но вспомните меня никакого внимания не обращать я думаю вам не доведется мне надо было это испытать ну как материалисту который в это не верил на вдруг вот тебе показать что-то не веришь вот они вот он тонкий план вот оккультный план вот они творят они живые там существует параллельно на нас влияют провоцируют несколько слов о желаниях желание как и мысли представляют собой вибрационные энергетические формации стремящиеся во чтобы не стала проявиться в нашем сознании и соответственно чтобы получить от нас подпитку не бывает не хороших неплохих желаний все желания вызывают трение беспокойство в уме так или не так любое а это препятствует установление контакту с нисходящей божественной силой если желание целиком овладевает вашим сознанием то не так далеко от него избавиться широко открытая витальной личности способна в течение короткого времени столько переходить что диву даешься это хочу то хочу вот короткое время так что желанием надо вообще поставить преграду понятно или нет равно как и мыслям это тоже практика бдительности увидели чет захотели не спешите реализовывать все вредная вещь хотеть хотя говорят хотеть не вредно слышали такую поговорку вредная вещь хотеть успокойтесь коль стали на путь перестаньте хотеть ясно видите сколько мелочей кажущихся мелочей на самом деле очень серьезных препятствий в духовной реализации встречается о которых вы в общем то и раньше не помышлять все это надо учитывать желание как и мысли как вибрации гнева и разложительности необходимо встречать прямо на входе как только они вошли ваше сознание не давать им возможности развиваться и для этого и существует вашем сознание наблюдатель свидетель который вы выделяете в процессе активной медитации вот именно свидетель или наблюдатель способен обеспечить тотальную бдительность вот этот наблюдатель или наблюдающая часть нашего ума ничем не затронутая особенно незаменим на начальных этапах пути ясно пока истинная сущность не вышел на первый план пока она не руководит нашей жизни вот этот наблюдатель он дает санкции можно это реализовать или нельзя то все фильтрует кое-что давая нам возможность действительно через посредство практики бдительности сохранять и ментально эмоциональную ровность ясно так что мысли желания это одно и то же это то что мешает нам установить стойкий контакт с божественной силой понятно практика бдительности незаменима